всем большой большой привет предлагаю вам посмотреть нашу закупку которая рассеялась на весь наш стол взяли чай дилма с маракуйя чай молочную лун в кафешке нам понравился и иван чай с малиной деткам очень нравится купили кукурузную крупу тимурка хочет кашу 5 злаков два разных вида вспомнила как раньше варили и что-то захотелось рис хлебушек обычный хлеб багет ли у нас только багет кушает зелень салатную укропчик киви апельсины помидорки редис огурчики у нас пришла машина слава богу уже все навигация наладилась будут нам водить продукты взяла молодую капусту для салатиков 2 скумбрии очень сильно захотелось так молоко молочная речка две пачки две пачки сметаны кефирчик что-то на кефир подсела давно уже не пила и что-то понравилось последнее время светофоре была акция на масло башкирская взяла две пачки здесь 500 грамм 83 рубля акция была покупаешь две оплатишь за одну вот ну для выпечки в общем тела сыр сыр кстати говоря тоже мы подобрали себе в светофоре очень вкусный ламбер он называется взяла одну баночку посоли икру трески и тушеную лосось для бутербродов также взяли хлебцы конфетки в светофоре взяла в такую приправу курочка с сливочном соусе там пакетик идет общем запекать взяла свою любимую пергаментную бумагу фикс прайсе также фольгу зубную пасту девушки взяли такой йогурт сушки две пачки две пачки крабовых шариков красно-белом девочки цены не буду говорить потому что всех цены одинаковые сетевых магазинах смысла нет соломку взяли также в светофоре взяли гранатовый сок мурат его любит разбавлять с минеральной водой очень вкусно пить юшки мелкие взяли и торфончик сегодня я решила испечь кекс кекс на кефире для этого нам понадобится кефир 1 стакан здесь 250 миллилитров 250 грамм сахара я такой же стакан набрала мука 2 стакана 2 яйца разрыхлитель 10 грамм немножко соли и кусочек сливочного масла для смазывания формы сверху я полью глазурью из 100 грамм сахара и сока одного апельсина доставайся на форекс стакана 3 стакан. а а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я ее сейчас вмешаю в тесто. Тесто будет более ароматное, более с апельсиновым таким вкусом. Мне очень нравится в кексах, в сладкой выпечке использовать цедру лимона или апельсина. Цвет ему придает очень такой приятный, желтоватый. И мы делаем глазурь. Для того, чтобы хорошо выжать из апельсина сок, мы его вот так прокатаем хорошенько, чтобы без всяких было затруднений выдавливать. Он так мягкий. Разрезаем пополам. И выдавливаем. Для удобства можно использовать ложечку. Такое количество сока у меня получилось. Где-то грамм 100. И мы его процеживаем в наш сахар. Хорошенько сейчас ложечкой перемешаем до полного растворения сахара. Чтобы получилось глазурь у нас. Так как у меня апельсин очень сладкий, я щепотку буквально добавила лимонной кислоты. А поливать я буду глазурью уже когда наш кекс остынет. Кекс будет еще более сочный, мягкий, естественно вкусненький. Смазывая форму сливочным маслом, в основном фольгу, чтобы не пристало. И помещая тесто в саму форму. Выпекаем мы при 180 градусах 40-45 минут. Итак, кекс у меня приготовился. Остыл я его. Сняла из формы, чтобы он остыл хорошенько. Теперь я хочу полить глазурью. Но я сделала девочке ошибку. Я неправильно сделала глазурь и она у меня получилась жидковатая. Делайте, старайтесь и сахарной пудрой все-таки разводить. Так, чтобы она была жученькая. Теперь я положу сюда пердамин в форму обратную. Опять помещу кекс внутрь. Полью его слегка. Глазурь буду использовать миску, так как она у меня, повторюсь, жидкая получилась. Чтобы она в основном питалась вверх. По бокам вылилась, да? Сейчас мы соедим хорошенько, плотненько. Переместим на тарелочку. Кекс получился очень ароматный. Небольшая шапочка, конечно, получилась. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. И ложечкой аккуратненько будем поливать наш кекс. Можно даже в несколько приемов. Можно кисточкой промазывать. В несколько приемов, чтобы больше верхушек, конечно, попиталось, чем боковые части. Через время я приду, уже эта глазурь впитается, я приду и еще раз полью. То есть три ложечки сейчас, три ложечки позднее. Ну что, вкусням бы? Тоже вкусням бы. Деткам очень понравилось. Сметанка вообще в самый раз. Льюшка, где я? Покажись. Льюш у нас была ветрянка. Да, благополучно ее пережили. Приятного аппетита. Всем доброе-доброе утро. 8.30 на часах. Я бегу на кладбище. Вчера у дедушки была годовщина смерти. Вчера не получилось сходить у меня. Иду сегодня. Сточки несу. Чаек, пирог, черепико. Такие елки. Смотрите, иду обратно. Какой участок вам хотела показать. Мы в прошлый раз с Муратом ходили. Он мне показывает. Я вообще офигела. Какой-то бред сумасшедшего. В общем, этот забор, калитка. Все сварено. Это от холодильника. Это от старых газовых плит. Все это сварено. Какие-то люстры висят какие-то. Вообще, как будто здесь живет. Ну, не хочется обижать, но, как сказать-то, человек довольно-таки странный. Есть же люди, да, которые мусор вот это все тащат. Но здесь человек, наверное, считает, что это красиво. На мой взгляд, это бред сумасшедшего, конечно. Там вообще, вон, фотография собаки висит. Как будто надгробная. Дома там вообще, наверное, в этом вагончике. Кошмар скотворится. Ну, люди всякие бывают.